У вас есть прекрасный инструмент для того, чтобы разобраться, какие у вас проблемы. Если у вас существует стачивание подошвы с какой-то стороны, вы себя калечите на регулярной основе. Соударение пятки передает механическую нагрузку на колено, и колено травмируется. То есть у вас будет слабость в ногах, не будет уверенности в себе, и через некоторое время, вдобавок к этому, все мы хотим быть здоровыми, и для того, чтобы быть здоровыми, надо разобраться, какие у нас есть потенциальные проблемы со здоровьем. Кажется, что для того, чтобы разобраться, где у нас потенциальные трудности, надо идти к врачам, делать МРТ, сложные анализы. Но на самом деле у вас есть прекрасный инструмент для того, чтобы разобраться, какие у вас проблемы, что у вас не работает и какого рода действия вам необходимо предпринять, чтобы реабилитировать проблемные места и жить долго и счастливо. В этом видео мы поговорим с вами о том, каким образом стачиваются подошвы вашей обуви и о чем это говорит. Ну а с вами Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматики, и мы говорим про проблемы, связанные со стачиванием обуви. Итак, друзья, первый аспект, на который мы обратим ваше внимание, это насколько подошвы сточены одинаково слева и с правой стороны. Любое несовпадение по степени стачивания говорит о том, что одна нога получает больше нагрузки, чем вторая нога. О чем это говорит? Либо какие-то структуры в одной ноге не справляются с нагрузкой, либо у вас существуют проблемы по перекосу таза. В любом случае, любая симметрия это фатальная, большая, огромная проблема, на которую обязательно надо обратить внимание, потому что каждый раз, когда у нас существует разная работа ног, это приводит к перекосу таза, это приводит к перекосу тишечника, легких, челюсти, боже мой, всего на свете. Все становится кривым и все начинает работать плохо, потому что одна сторона перерастянута и недополучает кровообращение, а другая сжата и в ней застойные процессы. Это происходит по всему телу, если у вас асимметричное стачивание обуви. Конечно же, мы должны смотреть на ту обувь, где произошло большее стачивание. Вот я смотрю у нас по какой стороне? По правой стороне у нас большее стачивание. Следующий аспект – это какая часть обуви стачена. Давайте поговорим про пятку. Если у нас сточена пятка, это означает, в норме нога должна опускаться на стопу и перекатываться по внешнему краю и отталкиваться носочком. Если у нас сточена пятка, это говорит о том, что человек регулярно ударяется пяткой о поверхность. С чем это связано? Мы, когда ходим, мы должны аккуратненько опустить ножку на поверхность. Мы делаем вот это аккуратненькое опускание ноги за счет передней поверхности бедра. Если у вас стачивается пятка, знаете, что у вас передняя поверхность нога и корпуса работают неправильно, это будет означать, что через некоторое время у вас возникнут проблемы с коленями, потому что соударение пятки передает механическую нагрузку на колено, и колено травмируется. Это будет означать, что у вас будут проблемы по передней поверхности бедра, то есть у вас будет слабость в ногах, не будет уверенности в себе, и через некоторое время вдобавок к этому будут проблемы по брюшной стенке, вырастет живот. Это говорит о том, что прямая мышца живота ослабела. Прямая мышца бедра и живот – это очень связанные вещи, и, соответственно, колени и пищеварение страдают у вас, если у вас есть проблемы по пятке. Я уверен, что некоторые напишут в комментариях, ну и ладно, сточилась там где-то подошва, что-то такого. Но помните, что каждый акт шага вас либо лечит, либо калечит. Если у вас существует стачивание подошвы с какой-то стороны, вы себя калечите на регулярной основе. Поэтому будьте к этой информации предельно внимательны. Теперь давайте поговорим о стачивании подошвы с внешнего края и с внутреннего края. Если у нас стачивается подошва с внешнего края, то это означает, что мы приходим на внешнюю поверхность стопы. О чем это говорит? Это говорит о том, что боковые мышцы голени и бедра и таза работают хуже, чем внутренние мышцы. То есть, условно говоря, у нас стопа либо тянется, внешний край ее поднимается, либо внутренний край ее поднимается. В норме это должно быть сбалансировано. Но если у нас внешний край стачивается, значит, он провисает. Значит, мышцы, которые тянут свод стопы внутрь, с внутренней поверхности, работают лучше, чем мышцы, которые работают с внешней стороны. С чем связана проблема внешней стороны? Прежде всего, это проблемы большой ягодичной мышцы. Во-вторых, это проблемы голени и нестабильности костей голени. Чем это чревато? Это чревато тем, что у нас будут подворачиваться ноги с внешней стороны. Вот здесь вот будут подворачиваться ноги. Это будет приводить к тому, что там будут возникать постоянные травмы. Даже если вы не замечаете, что вы ногу подворачиваете во внешнем направлении, это происходит. И выполнив десятки тысяч шагов, нормально человеку нахаживать порядка 10 тысяч шагов в день. Вот за жизнь вы выполняете миллионы шагов. И каждый раз лодыжка здесь подворачивается, что приводит к серьезным проблемам, опять же, по внешнему колену. И это приводит к проблемам по тазу и по крестцово-подвздошному сочленению. Для девушек особенно интересным фактом будет то, что если у вас обувь стачивается с внешней стороны, это будет говорить о том, что у вас велика вероятность возникновения галифе. И в высшей степени наверняка у вас будет целлюлит по боковой поверхности бедра. Потому что мышцы не работают? Это потому, что не работают мышцы, которые поднимают внешний край стопы. И если они не работают, то в неработающей области начинаются проблемы, такие как зоны галифе и такие как целлюлит. Если мы говорим про стачивание пятки с внутренней поверхности, то это говорит о том, что у нас, скорее всего, плоскостопие. По каким-то причинам у нас нога приходит на внутреннюю поверхность. То есть, скорее всего, задняя большеберцовая мышца, которая поднимает внутренний свод стопы, почему-то ослабела. Проблемы задней большеберцовой мышцы, как правило, свидетельствуют о проблемах внутренних органов. Это говорит о том, что либо опущен тишечник, либо есть проблемы с диафрагмой, либо есть проблемы с тазовым дном, или вообще какие-то проблемы с внутренними органами. Ну, задняя большеберцовая мышца относится к глубинной фронтальной линии. Если она не работает, то есть проблемы по внутренней поверхности бедра, по опущению таза и по глубинной фронтальной линии целиком. Отдельно стоит обратить внимание на стачивание подошвы по возвышению большого пальца. Если это происходит, то это почти наверняка означает, что мы ставим ногу и в какой-то момент ее закручиваем. Условно говоря, мы несколько косолапим. Вначале мы приходим одним образом, а потом закручиваем ботиночек, и таким образом стачивается подошва по внутреннему краю, там, где есть возвышение большого пальца. Это говорит о том, что у нас есть избыточные вращательные движения по голени и наде, и это будет давать дополнительную нагрузку и риски по коленям, прежде всего по крестообразным связкам и мениском. Если у вас есть проблемы с коленями, то прямо сейчас посмотрите на вашу обувь. Если есть проблемы с пятками, то это, скорее всего, проблемы соударения поверхности в момент жесткого прихода стопы к поверхности. Это будут проблемы с суставными поверхностями или защемлением менисков. А если у вас существует стачивание по внутренней поверхности там, где большой палец, то это будет означать проблемы с крестообразными связками и с разрывами менисков. Напишите в комментариях, насколько мы угадали с диагнозом, а насколько наши предположения соответствуют действительности. Если у вас сточен носок, то это говорит о том, что либо вы ходите на слишком высоких каблуках, и таким образом у вас вся нагрузка приходится на переднюю часть стопы, либо вы по каким-то причинам не опускаетесь на пятку. Вы не опускаетесь на пятку, либо, если у вас есть проблемы по седалищному нерву, это может быть свидетельством того, что у вас есть хронический болевой синдром по пятке, либо есть какие-то проблемы по суставам, которые соединяют у нас пятку с голенью, либо у вас есть избыточное напряжение по задней поверхности икроножной мышцы, и вам необходимо работать с расслаблением задней линии. Это часто бывает у маленьких детей, когда они ходят на носочках, им необходимо делать расслабляющий массаж. Если у вас стачивается исключительно передняя поверхность стопы, то это говорит о том, что вам необходимо расслабиться и успокоиться. Здесь, в этом видео, мы с вами говорили прежде всего о ногах и тазе, но здесь мы это делали не из-за того, что остальные части тела не оказывают влияния на стачивание подошвы, а просто это будут более сложные связи, которые потребуют специфического понимания и удержания в голове некоторого объема информации, наличия знаний в голове. К сожалению, это важные причины, которые деформируют нам стопу и изменение нашей походки и стачивают нашу обувь, но для того, чтобы разобраться в этой информации, я рекомендую вам переходить по ссылочке в описании к этому видео, где вы попадете на наш бесплатное мероприятие, сможете зарегистрироваться, где у вас появится возможность погрузиться в тему более глубоко и более основательно и таким образом понимать, например, каким образом проблемы в челюсти, например, могут приводить к тому, что у нас по-разному будет стачиваться обувь с левой и с правой стороны. Безусловно, все боковые перекосы, которые есть в нашем теле, проблемы внутренних оргов, например, почка с одной стороны у человека воспалена, или есть проблемы по желчному пузырю, все это будет сказываться на форме стачивания подошвы, но для того, чтобы туда попасть, я рекомендую вам погрузиться в материал глубже и таким образом вы сможете оказывать на ваших клиентов магическое воздействие, угадывая их заболевания, всего лишь посмотрев на их обувь. Если вы знаете, что у вас есть какое-то заболевание и специфически сточена обувь, напишите, нам будет крайне интересно получить расширение нашей картины мира и особенно интересно будет почитать всем людям, которые входят в наше сообщество, в сообщество онлайн-школы векторного массажа и саматити и нашего YouTube-канала, где мы вместе с вами разбираемся, каким образом посредством простых инструментов и простых наблюдений мы можем разобраться, что происходит с нами, с нашими близкими, с нашими клиентами. На основании этого поставить точный диагноз, на основании этого иметь возможность лечить вообще не всего человека, а какое-то конкретное место, где возникла проблема. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Станислав Черноног. До новых встреч. До свидания.